Застройка сотых кварталов началась еще с 2005 года. На сегодня численность населения составляет уже около 100 тысяч человек и продолжает увеличиваться. Инициативная группа родителей недоумевает, почему за все эти годы до сих пор не построили полноценную большую школу. Ведь город застраивается в этом направлении очень быстро. Нам обещали, многоразово обещали, не раз обещали, что ежегодно и в каждую сессию предвыборную нам обещали строительство новой школы. И показывали, где это будет, и на планах, и на всех возможных документах. То есть тому уже 17 лет. У меня, например, лично трое детей, двое уже закончили и третий уже в седьмом классе обучается. И эта проблема никуда не уходит. В микрорайоне это единственная школа. По стандартам в ней должно учиться 550 детей, но на данный момент там обучается 1380. Родители собрали более 200 подписей и направили письма в мэрию города, депутатам и в различные инстанции. Ответа пока не поступало. В комитете по образованию нам сказали, что сами ждут ответа по финансированию на 2017 год. Мы уже с 2014 года заказали проект, проект сделали. В этом году в проект попал федеральный реестр типовой проектно-сметной документации. Мы направили не сегодня уже давно, но с лета, начиная после того, как проект появился, мы направили Минобразование Бурятии, Урал, везде, о том, чтобы в проект было заложено финансирование. Кроме этого было предложение для 10-11 классов, чтобы они обучались в 35-й школе, тем самым освободить классы для других учеников. Мы им предлагали школе, освобождали для них кабинеты в 35-й школе. Родители не захотели. Но эту ситуацию же не изменят, там всего несколько, 2-11, 2-10, это где-то 120 человек. Что 4 класса это уже? 10-11 классы отдадут туда, допустим. 10-2 класса, 11-2 класса, 4 класса, по 30 человек. 120 человек уйдет, ну, меньше даже, да, вот уйдет, а основная масса здесь останется. А нам нужна полноценная новая школа, да, и мы вот еще, как говорится, не хотим останавливаться. Вот у нас еще целая пачка писем, вот, во все еще инстанции, да. Куда возможно, мы будем обращаться везде, куда возможно, кто нам может, поможет решить эту проблему, этого самого финансирования, которое вот обещают действительно ежегодно. Микрорайон растет, расстраивается, молодые семьи защищают, все с детьми заезжают. Здесь, в этом микрорайоне, просто жизненно необходима большая, нормальная, полноценная школа. Министерство образования пока хранит молчание, да и городской комитет образования очень неохотно комментируют сложившуюся ситуацию.